Все, мы пошли в разведку, поедем, посмотрим, где они прячутся. А ну, пацанов Димон, они обычно знают все. Пацаны, а Уткино далеко? Сейчас, давайте. Три-четыре года. Сколько примерно? Сейчас мы поменяли позицию, спрятали машину и попробуем в более высокой точке посмотреть. Просвет, да, и не вижу ее. Это ветка. Не, похоже, что стоит, слышишь, даже наград, похоже. Похоже, даже наград, я тебе хочу сказать. Как машина такая. Да? Да. Продолжение следует... Да, зрение хорошее. А это мало ветка, слышишь? Получается, эти отсюда подтянулись в эту деревню, а те за что, та колонна сбросили, да? Походу, та колонна с техникой сюда подтянулась, а тут пехота подошла. Потому что эти огромные, там... Ну да, там техника, если я вам говорю, людей, блядь. Мужик вот таксист остановился, я ему говорю, кто он? Она говорит, кто, хто, укропы. Я говорю, а что за техника? Он говорит, около 50 штук техники, впереди пошло две БМ-ташки. Говорит, а здесь шли Уралы, Камазы, были пушки у них. Пушки, говорит, но людей, говорит, очень мало. Вот сюда они технику стянули и притянули оттуда пехоту. Значит, они откуда притащили, наоборот, сюда. Да, да, да. Короче, чтобы не тянуть, они там точки соприкосновения взяли, вот это Откина. Ну да, если 50 и туда. Есть сборная спорта, блядь. Танков 10, остальной БМП, БТР, это уже сила, блядь. Конечно. Укроповский сухпоек. Да, брошенный нашли. То ли... И не двухсотого. Да, и не один, блядь. И одного двухсотого, блядь. Двухсотого не сходил. Ну да. Вот так входили в разведку. Кое-что увидели, кое-что нашли. Сейчас доложим. Командиры решат, что делать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...